Этого момента представители старшего поколения ждали несколько месяцев. И уже соскучились по тренерам и друг другу. В минувшую субботу, 1 августа, возобновились занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Открытие нового сезона в Раменском состоялось на нескольких площадках. В Раменском городском парке и на озере Гидро. Для пенсионеров здесь организовали скандинавскую ходьбу. Еще одним местным притяжением стал комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Раменский». Для пожилых людей состоялся мастер-класс по восточным танцам, диско-гимнастике и йоге. Приглашаю всех телезрителей на восточные танцы. У нас также есть интересное направление. Девчонки наши, занимающиеся, сами придумали, разучивают линейные танцы. Выступают потом с этими танцами на ярмарках, на различных мероприятиях. Так это все весело. Конечно, приглашаем. Пока занятия по программе «Активное долголетие» могут посещать граждане до 65 лет. Занятия пока проводятся на улице с соблюдением санитарных норм, с соблюдением дистанции. Группы пока сформированы небольшие. После 15 августа возобновятся туристические поездки, бассейн. Первыми фалангами пальчиками. Первыми. Ручки тянем в стороны. Пальчиками фалангами. Продолжаем. Ирина Мельникова на пенсии начала заниматься йогой. По ее словам, эти занятия помогают ей правильно дышать и жить в гармонии с собой. Мы очень рады, что возобновили занятия. Вот сейчас позанимались, дыхание сразу стало легче, дышится хорошо. Поэтому мы хотим, чтобы все это продолжалось. И очень рады, будем дальше продолжением этому. Удивительно, что у меня есть возможность, я провожу группу на работе, где люди, в основном, которые работающие, провожу группу Центр культуры Индии, РАМА. И вот здесь провожу с людьми, которые такого солидного возраста. А отклик у этих людей на порядок сильнее, чем у тех, с кем я занимаюсь в других группах. Потому что, ну, во-первых, они как бы сами это чувствуют, что это не нужно. Не то, что они там мозгами, вот, надо заниматься, там, надо пресс накачать. Нет, они уже понимают, что... И когда они вот позанимавшись, и видно, что они прям светятся, начинают к концу занятия, они прям, они становятся более наполненной энергией, более энергичными, более интузиционными, жить с кем хочется, да. Естественно, они это занятие очень любят, и у нас достаточно большая аншвагин. Губернаторский проект «Активное долголетие» заработал в Подмосковье в конце прошлого года. Он помогает пожилым людям укреплять здоровье, находить новых друзей и просто весело проводить время. С расписанием, как и прежде, можно ознакомиться на сайте долголетиемосрек.ру или позвонив по телефону 8-496-463-14-76. Сергей Григорьев, Алёна Иванова, Сергей Дружинин для программы «Городские вести». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!